ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Все-таки важно, как, на мой взгляд, прежде чем приступать к каким-то изнурительным тренировкам в спортзале, все-таки обратиться к специалистам лечебной физкультуры, посмотреть, как работает твое тело, правильно ли сокращаются мышцы, верна ли осанка. Давайте, Артем, расскажите, что же все-таки такое кинезиология и лечебная физкультура, почему это так важно, и почему сегодня об этом снова начали говорить. Ну, в принципе, сама кинезиология на самом деле произошла от целого сумма наук. В первую очередь биомеханика, которую изучают сейчас даже на ВУЗе в обычном, да. Второй момент – это неврология, ортопедия, соответственно, ну и, как ни странно, даже туда вошла эргономика труда, то есть, если говорить в таком глобальном смысле. Отсюда получается, что кинезис – это движение, логос – это учение, то есть, по-простому, это учение о движении. На самом деле, актуальность снова, она вернулась, будем так говорить. В 1997 году вот именно первые циклы появились обучения у нас в городе Москва на кафедре прикладной кинезиологии. А так, на самом деле, это, как говорят, все, что новое – это хорошо забытое старое. По сути говоря, это лечебная физкультура, просто она более обросла как бы рамками такими, связанной с наукой. Появился новый метод мануального мышечного тестирования, то есть, сейчас мы можем говорить уже о сложных каких-то вещах, да. На более высоком уровне, не то, что сделайте упражнения, пойдите туда, может быть, вам полегчает. Тут более конкретно, именно конкретный подход к конкретному человеку и выявление каких-либо нарушений в его там статике, в динамике. Ну и, соответственно, почему иногда и возникают болевые синдромы, так называемые, которые сейчас очень часто у нас в мире есть, вообще в нашей социальной среде. Ну и почему она на самом деле важна? Потому что, если взять сейчас, спорт очень достаточно популяризируется, и мы видим, что очень много идет осложнений в процессе именно физической нагрузки. Да, все верно, начиная там у кого-то болеть спина, что-то еще, суставы, да. Да, 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 вот именно это и есть. И как раз кинезиология, она на первом этапе, как, ну, можно сказать, таким диагностическим методом является, который может выявить слабое звено и, по сути говоря, помочь человеку сориентироваться в этом даже наборе наших современных методов фитнеса и направить его, так скажем, в более физиологическое русло, чтобы он себе своему здоровью-то не навредил на самом деле. Верно ли я понимаю, что все-таки в кинезиологию приходят специалисты все-таки с медицинским образованием, да, это ваш путь? Да, зачастую, да. Там есть несколько направлений. Конечно, начало-то было, на самом деле, с неврологией. То есть первое, это, конечно, врачи с высшим медицинским образованием, это неврологи. То есть на кафедре они обучаются, у них есть свое направление, ординатура, я так, если не ошибаюсь, по мануальной терапии и кинезиологии. Она длится, по-моему, около трех лет. Также есть, вот, например, для среднеспециального звена, есть, например, курсы кинезии массажа. Это непосредственно объединение мануального мышечного тестирования и массажа. Ну и вот сейчас вот все больше и больше на кафедре, именно с этого года стартовало много проектов интересных. Именно объединение кинезиологии и лечебной физкультуры. То есть на самом деле, как бы, направление достаточно новое, интегрированное, сразу говорю, потому что много объединения от вещей. И, как бы, и отвечают, на самом деле, на многие вопросы. То есть, как бы, вот такой момент. Ну, все, что связано с интеграцией, мне всегда очень нравится, потому что это более разумный, более целостный подход, на мой взгляд. Вот. И хотела бы сразу спросить, чтобы наши слушатели поняли, что входит в себя, ну, скажем так, осмотры, консультации, диагностика, не знаю, там, встречи с кинезией, из чего строится. Ну да. Кстати, вопрос очень актуальный. Можно ли, часто бывает, даже звонят из других городов, например, тут из города Казани, из Москвы, можно ли заочно принять, там, например, по онлайн-консультированию. Нет, на самом деле, такого момента у нас нет совершенно. То есть, первое, это, конечно же, анализ осанки. Это самое важное. То есть, как человек стоит, на каком уровне у него расположены плечевые суставы. Можно увидеть регион, который находится под избыточной нагрузкой. Можно это выявить. Соответственно, относительно динамику можно посмотреть, на самом деле, как вы ходите, да, как вы двигаетесь, какая моторика у вас рук, моторика нижних конечностей. Можно тоже многое сказать, на самом деле. Вплоть до того, как даже ваш работает мозг, на самом деле, и ваши полушария. То есть, это, да, это фактов много. Можно просто увидеть на человека, и можно много вещей сказать. Ну и, конечно же, оценивание, в принципе, мышечного тонуса. Тоже бывает путаница. На ютубе много роликов, там, когда, например, даже эти семинары ведут, говорят, мышечная сила, да, то есть, там, там, мышца слабая, мышца сильная. На самом деле, термин сила, он скорее не будет подходить к кинезиологии, он будет подходить к классическому измерению динамометром. Ну, такую штучку берёте в ручку, нажимаете, вот это сила. А нас, кинезиологов, в большей степени всё-таки интересует тонус. Что такое тонус? Это способность поддержать ваши анатомические ориентиры в пространстве. И, по сути говоря, от того, как мышцы именно тонически работают, зависит ваша осанка. Ну и в том числе развитие всяких неприятных вещей, типа остеохондроза, там, болевых синдромов в разных местах. И вот как эти мышцы работают, соответственно, и так и будет у вас распределяться вес тела в пространстве. Учитывается, на самом деле, много факторов, в том числе и там, и нервная ткань, в том числе и мозг, как сам работает, как он распределяет, какую нагрузку. Можно даже некоторые эмоциональные элементы посмотреть. Ну и, соответственно, как человек двигается. И можно уже увидеть, где заранее будет проблема, и разработать на проблемный участок определённые, например, какие-то упражнения, которые будут помогать. Но упражнения, на сих пор набор, на самом деле, достаточно индивидуален. У меня даже приходят прямо в кабинет и записывают видео, потому что иногда упражнения даже приходится самому по факту смотреть. Изобретать, да? Ну, да, потому что все мы по-разному сидим. Даже вот сейчас вы, например, руку подкладываете под листочечесной сустав. У всех есть свои особенности. Что это значит, скажите? Ну, это значит, что, на самом деле, ну так, по-простому, если это у вас перегрузка шейного отдела позвоночника справа, возможно, я бы посмотрел зубки справа, да, то есть, как бы, может быть, посмотрел бы осанку по диафрагме. То есть, возможно, есть небольшое нарушение дыхания. Но это просто вот то, что я предполагаю. По факту бывает, как мы говорим, мы можем многое предполагать, тестирование нас разворачивает иногда совсем в другую сторону. Ну, вот много примеров могу даже таких вот привести. То есть, иногда даже связано с наличием хронического какой-то интоксикации в организме. Например, это, ну, просто какой-то там диагноз, например, хронический тензелит, хроническое воспаление глант. И вот это уже приходится решать вместе, совмещенно со специалистами, на самом деле. То есть, и клиническая, это не значит, что кинезиология отрицает сейчас всё клиническое мышление, и врачи нам не нужны. Да нет, на самом деле нужны. Иногда вопрос-то, на самом деле, комплексного подхода. Потому что, например, вот сейчас работу пишем вместе там с двумя стоматологами. Влияние височечелюстного сустава, да, это тех мышц, которыми мы живём, прикуса, на влияние осанки, на самом деле. А расскажите здесь, если можно, как-то для наших слушателей, да, как-то, как это влияет, почему это важно? Влияет, ну, для начала, да, то есть, как бы, от того, как вы смыкаете зубы, работают так мышцы нижней челюсти, например. Есть прямая зависимость. Отсутствие зубов в той или иной степени. Это будет перегружать мышцы с одной, потому что вы будете жевать на одной стороне больше, чем на другой. И, соответственно, получится мышечный дисбаланс. Очень есть интересное исследование, связанное с тем, что вообще как тело наше понимает вот вертикальность. То есть самое сложное, на самом деле, это вот разобраться в этом вопросе. Хотя вроде кажется, что я стою, сил никаких практически не применяю. Этот рефлекс, он у нас с детства. Маленького ребёнка поставить, и у него пойдёт шаговый рефлекс, и он, соответственно, будет делать какую-то моторику на примитивных рефлексах на первом уровне. Но у нас есть такой момент, что у нас есть, например, нервы, которые нервируют зубы, нервируют челюсти, в частности, например, тройничный нерв. И он оказывает влияние на то, как вы понимаете себя в пространстве. То есть даже есть исследование, когда мы располагаем между зубными рядами, с одной стороны, какой-то там валик, с другой стороны, и просим, например, человека сделать двигательный стереотип. Мы можем увидеть, даже есть такой метод компьютерной стабилографии, мы можем увидеть, что центр тяжести начинает смещаться. И отсюда можно логически сделать вывод, что отсутствие зубов также немаловажно и также влияет. Вот поэтому, например, если посмотреть сколиозы у детей, особенно такого возраста, пубертатного периода, это начиная с 10, 11, 12, 13 лет, и развитие зубочерестной системы, то мы увидим, что у практически всех детей, у кого есть сколиоз, есть аномалия, связанная с позицией зубного ряда. Это факты, к сожалению. Также есть прямая корреляция, но сопоставимость, да, аномалии зубного ряда и плоскостопия, например. То есть это тоже есть, и это очень важно. Так что за зубками нужно следить, чтобы у вас ни шея не болела, ни голова не кружилась, не скакало внутричерепное давление, да, ну и чтобы у вас болевых, вот часто, например, отражённая боль может быть в плечевом суставе, да, то есть как бы тоже такой момент может быть. И проявляется часто, кстати, под нагрузкой, будь то психоэмоциональной, потому что мы при стрессе стискиваем зубы, это элементарный рефлекс, будь то, например, поднятие какой-либо тяжести в тренажёрном зале, тоже с открытым ртом вы не сможете поднять много, это тоже такой механизм есть у нас. То есть это те мышцы, которые чаще всего в напряжении находятся. Да, 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 да. И на самом деле, как бы, если есть аномалия по зубам какая-то, да, то есть либо их отсутствие, либо хронические воспалительные процессы, это всё дело обостряется, и мы видим болевые вещи, которые могут проявиться вообще там на периферических регионах, там тазобедренный сустав, там поясничный отдел позвоночника, там регион межлопаток вот часто приходит, да, смотришь, а там, например, с одной стороны полностью зубиков нет. Ну, понятно, тут нужна будет консультация, да, специалиста соответствующего, то есть тут непрямая воздействие с стоматологом. То есть вот ещё раз подчёркивается интегративность данной науки, то есть как бы один в поле не воин получается, что тут всё-таки приходится применять и там гастроэнтерологов подключать, и даже иногда бывает, что восполнение дефицитов, как ни странно, в частности, сейчас все говорят, и это реально оно так, то, что витамин дефицита D3, да, то есть это реально... Да, да, и об этом тоже мы в студии часто говорим с разными специалистами. Ну да, но сейчас даже, смотрите, вот последний момент, последнее исследование, это достаточно свежее о том, что витамин D3 влияет, например, на длительность сна у человека, а именно фазу погружения глубокого сна. Как вы думаете, если человек не погружается в глубокий сон, какой у него тонус мышц будет? Да никакого не будет. Не восстанавливается, конечно. Конечно, да, 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 да. И вот даже вроде бы элементарная вещь, да, как бы, сон. И вроде, почему кинезиолог говорит о сне? Мы же говорить-то должны про движение. А на самом деле это тоже нужно учитывать, потому что если часто приходят люди, начинают заниматься в тренажерном зале, например, давать нагрузку, там, 7 раз в неделю я хожу в тренажерный зал, там, с отягощениями, чтобы там всё было отлично у меня, а в итоге получается так называемый, в кавычках, срыв компенсации, то есть у человека появляются боли, появляется аритмия, состояние, там, до депрессии доходит, да. И отсюда получается, что когда мы физической нагрузкой занимаемся, нужно не только, да, смотреть на физическую нагрузку как таковую, а на самом деле на много ещё факторов. Вот даже если вы, например, сегодня приехали, да, из какой-то командировки, поездки, да, лучше с утра, наверное, не тренироваться, потому что это тоже будет определённое отражение мышечного тонуса, это можно протестировать, это можно глазками увидеть. То есть, в принципе, даже так можно этот момент увидеть. А ещё вот речь о тех упражнениях, которые вы даёте, да, своим пациентам, которые приходят к вам, в этом участвуют какие-то тренажёры специальные, не знаю, массажёры или как, или это можно всё собственным телом, собственного веса достаточно для этого? Ага, на самом деле достаточно хороший вопрос. То есть первый этап – это никаких, на самом деле, тренажёров-то и нет. Потому что первое, что мы тренируем, мы тренируем, я обычно обучаю первым этапом, это вообще нормальные динамики, то есть конкретная мышца берётся в конкретном отделе, и там достаточно несложное движение. На самом деле всегда я, когда говорю, да, с пациентами, с клиентами общаюсь, я говорю, сложность не в том, что само сложное движение, а в том, что его регулярно делать. Потому что бывает так, ну, например, предположим, человек растянул голеностоп, да, ну, мышцы повредились, вроде как бы ходил 21 день, ну, боль потом потихоньку прошла. И человек думает, что сустав, ну, всё нормально. А если взять его, например, элементарный статический тест, то есть поставить его на одну ногу с закрытыми глазами, то мы увидим, что сустав-то до сих пор ещё не восстановлен. А почему так происходит? Потому что организм в ответ на травму появляется определённая адаптация. Например, он не берёт эту ногу в опору, в итоге переключается другая. И упражнения-то будут на восстановление вот этого как раз, так скажем, элемента. Почему там, например, такие простые движения? На самом деле, собственный вес тела – это тренировка мозга. Когда вы сидите на тренажёре, вы мозг не тренируете. Ну, согласитесь, например, взять вот те же самые упражнения, там, разгибания на тренажёре. Где вы больно в жизни такие движения делаете? Ну, только в тренажёрном зале. Конечно. И получается, что как бы по факту, как к реабилитации, ну, можно на первом этапе, да, это вот давать. Но это далеко не основа. Основа – это работа элементарная. Сначала локальное какое-то мышечное упражнение на какие-то, например, даже на поднятие, опускание носка. Потом идёт глобальное, когда человек уже собственным весом работает. А потом уже даём какие-то усложнения. Да, и потом уже в конце это занятие с отягощениями. То есть, когда мы к собственному весу прибавляем ещё вес гантели. Вот поэтому первый этап, на самом деле, далеко не штанги гири-гантели, поверьте. А сколько… Я понимаю, что в любом случае это всё индивидуально и зависит от человека. Но сколько времени нужно, чтобы скорректировать те или иные, скажем так, огрехи осанки? О, там много вопросов, на самом деле. И сейчас по этому поводу много споров есть. Но первый момент. Осанка начинается не столько с того, что вы, например, приходите делать упражнения, а даже с вашего рабочего места. То есть, в идеале я ещё и анализирую вообще, как человек сидит, потому что это важно. Какие-то моменты вводим, там, например, эти же стулья, то есть, меняем. Потому что, по сути, это рефлекс. Так, в идеале, конечно, упражнение закрепляется за 21 день. То есть, это на уровне психики 60 дней – это на уровне мозжечка регулярного выполнения упражнения. То есть, можно увидеть какие-то реальные изменения в осанке. Ну и то, ещё раз подчеркну, что это не всегда. К сожалению, достаточно индивидуально. Кто помоложе, у того, понятно, побыстрее восстановление. То есть, какие-то моменты быстрее восстанавливаются. Взять, вот, например, сколиоз, да, если мы говорим. Вот есть сутулость – это один вариант. Он достаточно, на самом деле, быстро корректируется. И человеку просто нужно показать, что в течение, например, периода, когда он работает за компьютером, нужно делать определённое движение. И потихоньку-потихоньку осанка, ну, начинает меняться. А взять, например, сколиотические изменения, ну, тут достаточно долгий период времени. Например, вот я ездил в Польшу к доктору Смешику. Там вообще пример приводится аж 2 года, то есть 2-3 года в среднем. Почему? Потому что, ну, достаточно сложная система, и там идёт регулярное занятие. Ну, тут как бы достаточно сложно. Зависит просто от степени нарушения. Вот давайте вот так, наверное, будет правильней. Вот, но так первое упражнение, первый комплекс фиксируется от 21 дня, соответственно, 60 дней этого уровня мужичка, когда вы начинаете этот рефлекс уже применять бессознательно. Ну, много моментов. Также, например, психика, да, то есть она тоже играет роль. Потому что если мы, например, в состоянии стресса находимся постоянно, да, то есть человек постоянно находится под давлением психоэмоциональным, у вас идёт сокращение грудных мышц, появляется сутулость. И отсюда получается, делали вы упражнение, не делали, да, то есть как бы тоже обратно идёт возврат. Так что тут, ну, вот так вот, всё не очень однозначно. В кинезиологии, на самом деле, вот таких вот стопроцентных однозначных ответов, да, как, например, взять в аллопатической классической медицине, их нету. Потому что всегда всё определяется конкретно под человека. Потому что, ну, мы можем сказать, вот это примерно как бы полезно. А опять, для каково и в каких условиях? Сколько сделать раз? Ну, это понятно, да, да. То есть это на самом деле всё достаточно так, ну, скользко. И ещё вопрос напоследок программы у нас подходит к концу про питьевой режим. Здесь что вы скажете? Всё-таки работа с движением, со сантимой. Значит, ну, на самом деле питьевой режим – это такой вопрос очень неоднозначный. Ну, так, опять рекомендуют 250 мл жидкости перед выполнением каких-либо упражнений за 15-20 минут, чтобы у вас объём циркулирующей крови немножко побольше стал, чтобы у вас не было нарушения связанные. Ну, у нас есть такой принцип, когда расширяются, вы работаете мышцами, расширяются сосуды на периферии. Соответственно, в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте, в желудке сосуды, наоборот, имеют свойство спазмироваться. И чтобы объёма хватало, это, ну, надо выпить стакан воды. В течение тренировки, в принципе, это тоже зависит опять от интенсивности. Если интенсивная тренировка, например, бег, да, то там просто идёт полоскание полости рта, и этого бывает иногда достаточно. Если марафон, то там, понятно, и добавляется питьевой режим ещё с глюкозой. Если взять просто занятие в тренажёрном зале, я скажу, что пить нужно по желанию. Вот так, хитро. По потребностям всё-таки, да. Да, потому что есть, конечно, стандартная по Всемирной организации здравоохранения рекомендация 35 мл. Соответственно, умножайте на собственный вес тела, столько вы жидкости должны выпить. Но опять, тоже часто рассказываю, вот мы сидим в офисе, ничего не делаем, всё просто, вообще ничего не делаем. Берём, пьём по рекомендации много воды, и потом думаем, почему отёки появились? Потому что, когда вы идёте, у вас активируется почечный обмен, активируется выведение, соответственно, жидкости, и активация всей микроциркуляции идёт. Тогда вы автоматом пить начнёте больше. Всё понятно. То есть всё-таки слушать свой организм, да, и его потребность? Я считаю, что да. Конечно, есть определённые моменты, которые, в принципе, питьевой режим нужно соблюдать, чтобы, по крайней мере, бутылка воды должна стоять всё равно, да, то есть как бы потреблением надо всегда ответить на вопрос, почему пить-то не хочется? То есть это очень важно на самом деле. Вот. Поэтому пить при физической нагрузке особенно, когда хочется. Не надо наливать в свой желудок полутора литрами воды, да, и потом стараться сделать какие-то упражнения. Это оказывает влияние на мышцы, и это не очень хорошо. То есть вплоть до есть риска формирования грыжи пищеводного отверстия во время выполнения физических упражнений. Это, на самом деле, такая достаточно хорошая, ну, как бы серьёзная патология, которую тоже приходится иногда видеть. Так что пьём по желанию, но перед тренировкой 250 миллилитров жидкости должно быть. Если кардиотренировка, то это, соответственно, мы делаем полоскание водой, да, если, например, идти, то, ну, тоже можно выпить незначительное количество, тоже около 250 миллилитров. Если марафон, то это иногда применяются у них специальные, соответственно, эмульсии с глюкозой. Вот, во время занятий в тренажёрном зале по желанию, по желанию, после вы его автоматом восполните. У нас так система работает, она автоматом восполняет. Ну, как бы вот такой механизм. Я напоминаю, что у нас в студии был Артём Старцев. Это специалист по лечебной физкультуре и кинезиологии. Спасибо большое. Разговор получился очень интересным. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго. До свидания. ЗОЖ. Здоровье. Спорт. Жизнь. Редактор субтитров А.Семкин